Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, мы не устанем любить котиков. Пород мурчащих пушистиков мы вывели в массу, и о них нам еще предстоит узнать. Однако дикие их прародители даже более интересны. Недавно я рассказывала об очень редкой китайской горной кошке, которая является ближайшим родственником нашего сегодняшнего дикого гостя. Ищите ролик о китайской кошке в плейлисте кошки. Ну а сегодня встречайте среднеевропейского лесного кота или среднеевропейскую лесную кошку, ну или просто европейского лесного кота. Под вид лесного кота рода кошки – хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Изначально ареал обитания лесного кота охватывал большую часть Западной и Центральной Европы. На севере до Англии и Балтийского моря на юге включал Испанию, Италию, Балканский полуостров, Малую Азию и Кавказ. Северо-восточная его граница проходила по западным регионам бывшего Советского Союза. Сейчас же этот подвид населяет только Западную и Восточную Европу, юго-западную часть Украины и Кавказ. Для проживания этот кошачий мизантроп предпочитает глухие смешанные леса, дабы не встречаться лишний раз с двуногими. А если селится в горах, то может подняться на высоту в 2-3 километра над уровнем моря. В горах дикий кот находит пристанище в расщелинных скал, старых норах барсуков и лис. Примечательно, что в тех местах, где много барсучих нор, дикий кот в них не только устраивает постоянные убежища, но и спасается от опасности, даже если вокруг много деревьев. Тем не менее, кот обитает и в более южных районах, где нет лесов. Населяем в основном заросли тростника вдоль рек и даже морей. Кстати, в долинах рек и кустарниковых зарослей лесной кот иногда встречается с камышовым котом. Ищите ролик про хаоса, тоже в плейлисте о кошке. Лесной кот по внешнему виду, особенно по окраске, похож на обыкновенную серую домашнюю кошку. Так что нередко распознать их бывает очень трудно. Тем более, что домашние кошки тоже нередко дичают. У дикого лесного кота хвост короче, чем у домашнего кота. Пышный и толстый, с тупым концом. Шерсть средней длины, относительно равномерная, лишь на хвосте. Волосы значительно длиннее. Зимняя шерсть более пышная и густая. Дикие лесные кошки имеют очень хорошо развитые слух и зрение, а чутье немного слабее. Уши дикого лесного кота могут вращаться быстро, чтобы идентифицировать источник какого-то специфического звука, и могут реагировать на частоты вплоть до 25 тысяч вибраций в секунду. Из-за этой способности коты могут слышать даже ультразвуковые шумы, создаваемые маленькими грызунами. Это позволяет им быстро обнаружить и схватить добычу, которую они даже не видят. Зрение хорошее, но, вероятно, не лучше, чем у людей. Количество цветов, которые видят кошки, меньше, чем человеческий спектр. А еще коты не могут видеть объекты непосредственно перед их носом. Они также имеют способность видеть даже очень незначительные движения, что помогает своевременно заметить грызуна. Также глаза приспособлены для видения при тусклом свете и в вечерних сумерках. Другой выдающийся орган чувств у котов — это усы или вибриссы. Это специальные волоски, которые используются ими в качестве высокочувствительных сенсорных органов. Кот использует свои усы, чтобы определить, может ли его тело протиснуться через маленькие отверстия, например, такие как норы. Они также используют их, чтобы обнаружить движение добычи в непосредственной близости от их мордочки. Индивидуальный участок нашего усатого индивидуалиста обычно занимает около 2-3 квадратных километров. Европейский лесной кот ведет, конечно же, преимущественно ночной образ жизни, хотя есть сведения и о дневной охоте. В основном в пасмурную погоду и особенно летом. Одна европейская дикая кошечка за ночь может пройти в поисках добычи до 10 километров. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, лесной кот — это довольно серьезный хищник. Это пушистик, с широким и очень разнообразным спектром добычи. Обычно его пища — это, конечно же, мелкие грузуны. Мыши-полевки сони. На втором месте едут птицы, особенно куриные. В Дагестане, например, от дикого кота изрядно страдают выводки куропаток и фазанов. А в прошлом веке дикий лесной кот даже охотился на дров, а однажды в его логове были найдены перья целого орлана-белохвоста. Иногда дикие кошки нападают и на представителей семейства куньих, например, на горностая ласку или хорька. Куньи всегда отчаянно обороняются и могут сами задушить незадачливую кошечку. Для безбашенного семейства куньих у нас тоже есть специальный плейлист с одноименным названием. Если охота удачна, дикий кот может съесть более двух десятков мышей общим весом около килограмма. В крупной же добыче его обычно интересуют лишь внутренности — сердце, легкие печень. В неволе взрослые лесные обжоры обычно съедают в сутки до килограмма мяса. Лесные коты, как и все кошачьи, — типичные эгоисты, ведущие одиночный образ жизни. Неволю наш мизантроп переносит с превеликим трудом и очень плохо приручается. Голос нашего сегодняшнего гостя похож на довольно низкое хриплое мяуканье, например, как у манула. И как и все мелкие кошки, дикий европейский лесной кот может мурлыкать на вдохе и выдохе. Это обеспечивается особым строением гортани, отличающим мелких кошек от крупных, таких как пантеры, которые мяукать не умеют. Хочет любви наш лесной котик один-два раза в год. Основной гон происходит в январе-марте. В это время и самцы, и самочки чаще всего метят территорию и громко, и заунывно кричат. Самцы, группами ходящие за одной самочкой, время от времени дерутся за обладание ею. Котята рождаются в апреле-май, самые поздние – в начале декабря. Чаще всего кошечка приносит 3-6 котят, которые рождаются совершенно беспомощными. Гордый лесной самец в воспитании потомства никакого участия не принимает. Вся забота лежит на пушистой дикарке. Пока котята маленькие, она не оставляет их подолгу. Заботливо охраняет от нападений мелких хищников, вроде хорька или горностая. В случае опасности перетаскивает в новое логово. Кормление молоком продолжается 3-4 месяца, но уже через полтора после рождения котята пробуют кушать мясо. В двухмесячном возрасте котята начинают следовать на охоту за матерью, а еще через 2-3 становятся самостоятельными охотниками. У европейской лесной кошки имеется множество врагов, которые периодически на нее охотятся. Среди них наиболее опасны волки, лисы и шакалы. Но поймать кота как дикого, так и домашнего очень сложно, так как от всех наземных хищников он спасается на деревьях, по которым отлично лазает. Если же конкурент тоже хорошо лазает по деревьям, то проще ретироваться. Например, в Карпатах отмечался уход дикого лесного кота с тех участков, куда вселялась рысь, которая та еще древолазка. Наиболее серьезную опасность для дикого кота, несмотря на его превосходство в размерах, представляют куницы, сами иногда бывая добычей дикого лесного кота. Они являются причиной гибели многих молодых кошек, в частности в Центральной Европе. Генетическая близость лесной и домашней кошек в определенных условиях служит предпосылкой для образования новых гибридных форм. Таким образом, если сама возможность гибридизации между домашней кошкой и дикой вполне естественно, то мнения о реальных ее природных масштабах серьезно расходятся. К сожалению, по ряду причин, главной из которых сокращение лесов, в наших дней во многих странах Европы лесной кот просто исчез. За последние десятилетия численность и ареал кавказской лесной кошки в России сократились прежде всего в результате разрушения естественных биотопов. Как исчезнувший вид лесной кот включен в Красную книгу Беларуси. Проблематично его сохранение в Литве. Несмотря на то, что промысловое значение его невелико, в середине 20-го года начисленность этих кошек оказала влияние охота. На Северном Кавказе ежегодно заготавливали 5000 шкурок. А также лесной кот нередко попадается в ловушки и капканы, поставленные на куниц. А как Вы думаете, лесной европейский кот может окончательно исчезнуть в связи с гибридизацией с домашней кошкой? Пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok